Дело было в разгар холодной войны, когда на африканском континенте часто вспыхивали гражданские войны и зачастую одну сторону поддерживали Штаты, а другую Советский Союз. В одну такую страну родина отправила военных инструкторов и небольшую авиагруппу. Летчики, как полагается, получили инструктаж подучить местный язык, чтобы не выдавать своего присутствия. Хотя и соблюдалась секретность, как американцы, так и русские прекрасно знали друг о друге. Чего только стоило радиошоу, которое творилось в эфире, когда наши летчики, страшно коверкая с отчетливым русским акцентом, говорили на местном языке. Американские радисты в открытую посмеивались над этим. Имея на вооружении самолет-разведчик Lockheed SR-71 Blackbird, летчики из Штатов вели себя по-хозяйски, летали где хотели и когда хотели. Особенностью самолета-разведчика была высокая скорость и высота полета до 24 километров. У советских же летчиков в распоряжении были только МиГ-17, которые дотягивали лишь до 18 километров. Пользуясь этим, американцы летали над нашей базой, снимали на фото, всячески показывая свое превосходство в воздухе. В конце концов, терпение лопнуло. Надо было как-то ответить на откровенную провокацию. Собрав совет, решили максимально облегчить один из истребителей, чтобы дотянуть до нужной высоты. Сняли все вооружение, выбрали самого опытного пилота и стали ждать. И вот, время настало. Радар показал воздушную цель. Летят голубчики на своей любимой высоте в 24 километра и прямым курсом на нашу базу. Команда на взлет, наш облегченный МиГ взмывает в небо, резво набирая высоту. Наши радисты транслировали, что творится в небе. А в эфире было слышно, как американский оператор разговаривает с летчиком Lockheed SR-71 Blackbird, предупреждая его о приближении советского истребителя. На что пилот лениво ответил, что идет на максимальной высоте и его не достать. После непродолжительного полета оператор продолжает сообщать о том, что советский истребитель приближается и все ближе и ближе. По мере набора высоты нашим МиГом, тон голоса оператора стал меняться и вскоре сорвался на крик. «Блэкбёрд, это база! Немедленно уходи! Русский уже выше тебя!» Советский МиГ набрал высоту по крутой дуге до 30 километров, с резким снижением набрал скорость и стал нагонять нахального американца. Пилоты Lockheed SR-71 рубили двигатели на полную, пытаясь оторваться, но из-за большой высоты скорость набиралась медленно. Испуганный летчик на полном форсаже, но он никак не может сбросить русского с хвоста. На что наш летчик, решив припугнуть на халюк, погромче доложил в эфир о захвате цели и готовности к пуску. Американцы надолго запомнили тот день, когда, снижая высоту, удирали от советского МиГа. Больше возле нашей базы так по-хозяйски они не летали. Друзья, если вам понравился этот выпуск, ставьте палец вверх и оставляйте свои комментарии. Это помогает развитию канала. Если вы еще не подписаны на канал, тогда подпишитесь. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Посетите наш магазин «Фирменные одежды». Огромный выбор принтов на любой вкус. Просто зайди и выбери свой. Ссылка в описании. Ссылка в описании.